надейся на лучшее но готовься к худшему всем здравствуйте на канале про нас есть такая поговорка или цитата которую использует в основном все инвесторы наверно да и зарубежные и российские я еще раз все продублирую которая была в начале надейся на лучшее но готовься к худшему вспомните 98 год а я знаю что на моем канале по статистике мало очень совсем молодых людей и большинство возраст это те кто помнят 98 год и 97 я особо его не осознал финансово потому что мне было всего лишь 10 лет но я помню как я покупал жвачку за 100 рублей это было дешево до мои родители там зарабатывали там тысячами десятков тысяч или там миллионы да как мне тесно я мы все были миллионерами и помню как резко поменялись рубли то есть стали там 10 рублей они стоят так далее и тот момент случился дефолт это 98 год мой дядя он в тот момент уже стал миллионером благодаря вот этому я с ним разговаривал ну тот момент удержал он деньги приумножил или все потерял это другой вопрос не относящийся к этой теме если интересно как бы мы потом об этом поговорим вопрос другом ягу дядь кость его зовут константин ягу скажи пожалуйста как ты стал миллионером как ты заработал этот миллион он вы смотри сергей все просто ни с того ни сего по телевизору по радио начали говорить что дефолта не будет хотя про этот дефолт даже никто не спрашивал и не предполагал с чего вдруг начали об этом говорить и тогда я подумал странный вообще посыл какой-то я даже не задумывался о нем пойду-ка я покупать доллары и стал их покупать покупал покупал то есть доход купил доход купил и в какой-то момент просто произошел дефолт и доллар подзлетели там на два лифт три раза дороже стали я точно этого не помню и идея сказал ну тоже уже особо не помню так вот 2007 год представители банковской сферы до говорили о том что только глупцы покупает доллар за 30 рублей он стал 60 за 60 рублей тоже говорили ну зачем вы глупы покупаете за 60 рублей доллары сегодня он больше 70 75 а помните когда доллар приблизился к 100 рублям и нефтяные магнаты сегодня говорят о том что им выгоден доллар за 100 рублей потому что баррель нефти продается за доллары стоимость барреля нефти упала до минимума или не до минимума в принципе не экономисты тем более не связаны с бизнесом нефти но именно нефтяные магнаты говорят о том что баррель нефти упал в цене соответственно если бы доллар поднялся или рубль до упал то мы особо не ощутим потерю а как мы понимаем что в целом да весь бизнес делается ну на нас на местных жителях россии мы помним когда нефть взлетела в цене и бензин у нас подорожал потому что нефтяным магнатом не выгодно было продавать бензин дешевле чем они отправляют европу не впадает в цене у нас поднимается бензин потому что предприятие несет колоссальные потери поэтому мы понимаем о том что все деньги делаются на нас с вами и вот опять нам говорят что не переживайте девальвации рубля не будет ну как мы понимаем совсем недавно президент нашей страны необъятный сказал о том что необходимо выделить там десятки тысяч рублей на детей и в то же время денежные средства на это не берутся с фонда национального благосостояния а в центробанк делается запрос о том чтобы они напечатали полтора миллиона рублей к чему это приведет не имея экономического образования а просто логически рассуждая мы понимаем что рубль удешевляется сейчас насколько я владею информацией центральный банк продает доллары который когда-то закупал продает доллары для того чтобы держать курс рубля ну в таком диапазоне даст там более привычным для нас там 74 рубля для нас уже это привычный привычная стоимость доллара ну давайте обратимся чуть-чуть ранее куда вообще наша страна вкладывает денежные средства не войти технологии не в какое-то предприятие а на покупку долларов и других валют не только доллары это юани и иены евро и так далее а там сидят ну далеко не глупые люди которые понимают что они заработают на этом денежные средства так в чем вопрос то состоит ребят я не знаю как вы я вам ничего не рекомендую у меня пришла такая мысль что если у нас запустился печатный станок если нам опять по телевизору говорят о том что дефолта не будет не переживайте и девальвации рубля но в то же время нефтяные магнаты говорят о том что нам выгоден доллар по 100 рублей я принял решение покупать валюту а как вы считаете нужна ли валюта или нет кто-то говорит да это смешно это смешно и мы смеялись когда думали что доллар станет больше 30 рублей и мы смеялись когда доллар станет больше 60 рублей в этом то и суться оставляйте свои комментарии что вы думаете о покупке валюты если вы думаете положительно то какую валюту вы выбираете какая валюта вам кажется более защищенной а мы на этом прощаемся благодарю за просмотр желаю вам здоровья удачи и будьте богаче пока